Доброе утро, уважаемые трейдеры! Если уж разбирать долгосрочные ориентиры, делается на сохранение выстроительной динамики доллара. И какова же была надежда нас, покупателей, на пятничный отчет по Non-Farm Perils, который должен был оказать поддержку американской валюте и поспособствовать тому, чтобы этот инструмент оказался выше. Но ожидаемого роста не последовало. В то же время, когда мы сейчас начнем с вами анализировать данные, вы наверняка убедитесь в том, что какого-то негатива тоже не было. Это значит, что очередной отчет был переварен трейдерами и, соответственно, раз ничего не произошло с рыночными ожиданиями, в целом не существенно изменились рыночные настроения, значит у нас нет причин отказываться от той основы, которая стала использоваться нами для оправдания длинных позиций по донору. В частности, все ожидания, которые касаются изменения монетарной политики, мы отыгрываем по паре доллар-иена на контрасте политик с японским регулятором. Ну и уже по сложившейся традиции, действительно, эта пара является лакмусовой бумагой истинной реакции трейдеров на те отчеты, которые публикуются по наштатам. На текущий момент мы по-прежнему по этой валютной паре находимся рядом с отметкой 114, то есть фактически мы не получили импульса роста, который хотели бы видеть, но в то же время коррекции также не последовало. Поэтому, друзья, работаем с теми уровнями, которые были обозначены на рынке ранее и, соответственно, продолжаем рассчитывать и надеяться на лучшее. В частности, на то, что пара доллар-иена сможет прорваться выше планки 114. Шансы для этого по-прежнему есть. Во-первых, у нас нет причин сейчас говорить о повышенном спросе на защитные инструменты рынка Форекс, такие как иену и франк, поскольку геополитическая картина довольно спокойная. В частности, у нас нет новых негативных новостей по тем же самым переговорам и отношениям торгового характера между США и Китаем. Скорее всего, они, конечно же, появятся, но пока что их нет. Эта неделя интересна выходом данных по инфляции. В частности, из-за того, что сегодня в Штатах выходной день, день Колумба, публикация отчетов, я еще в конце прошлой недели отмечал, хронология выхода данных немного смещается. И если бы не было этого дня, то данные по инфляции мы бы с вами разбирали в среду. Ну, в этот раз, друзья, в четверг. Собственно, такая же логика, характерная и для выхода данных по запасам нефти. То есть, отчет традиционный для среды, но в этот раз он будет публикован в четверг. Ожидания по инфляции действительно довольно хорошие. В частности, опираясь и на риторику представителя американского регулятора, то, что инфляционные ожидания продолжают стабильно расти. Инфляция достигла целевых ориентиров, нет причин, из-за которых что-то пойдет не так с этим индексом. Потребители домохозяйства тоже в этом секторе нет каких-либо проблем ни с занятостью, ни с темпами роста зарплаты, из-за чего общий показатель CPI мог бы пострадать. В целом, друзья, этот релиз может и должен оказаться по последствиям в плане влияния на доллар, может быть более интересным, чем non-farm peril. Но, по крайней мере, заранее мы можем об этом говорить, поскольку нонки мы уже с вами оставили позади и нужной реакции не было. А данные по инфляции впереди и нам нужен этот маяк, на который мы ориентируемся. В любом случае, финансовые рынки приходят в движение не только из-за публикации отдельных релизов. На рынке достаточно много интересных политических тем, региональных и неясно, когда новости, обновленные по этому фундаменту, на рынке объявятся. Мы стараемся быть готовыми к ним, заранее прогнозируя, пытаясь определить влияние на инструменты любых изменений этого политического фона. Ну, под политическим фоном, я надеюсь, вы понимаете, речь идет и о Brexit, который касается всех, ну, в плане того, что точно распространяется на те активы, которыми мы спекулируем. Это и фунт, это и евро, и в частности, тема затрагивает также то, что происходит на американском рынке долга, ну, и, разумеется, сказывается и на динамике доллара. Мы до сих пор не увидели, особенно после последнего провала, опять же, канадца, и вследствие того, что канадец вот так вот бездарно уступил инициативу в плане роста доллару, мы не увидели какого-то долгосрочного укрепления позиций этого инструмента, более чем логичного, после того, как США, Мексика и Канада все-таки смогли договориться по новому трехстороннему соглашению. И вот, помните, открытие с ГЭПом, ну, такое обнадеживающее явление. Я думаю, что очень многие, наверное, так же, как и я, стали транслировать позитив в расчете на то, что если до этого канадец терял каждый раз, когда какой-то слушок негативный на рынке появлялся, то сейчас, конечно же, когда весь этот негатив остался в прошлом, мы, наконец, достигнуто соглашения, почему бы ему не вырасти. И в итоге уперлись вот в поддержку 1,28, какая-то ценовая плита расположена на этом рубеже, и, как показывает текущая реальность и действительность, видимо, канадцу нужно что-то большее, чтобы прорваться ниже этого рубежа. Ну, даже не знаю, друзья, что ему нужно еще, потому что вкупе еще с позитивом политическим была хорошая возможность отыграть и дорогую нефть, однако этого так же канадец не сделал, но, может быть, теперь все будет упираться в решение о росте процентных ставок в конце, в самом конце октября мы ждем заседания канадского регулятора. Ну, вот остается теперь внимательно следить за тем, где окажется пара доллар-канадница и лично канадский доллар перед этим заседанием. Ну, будем держать руку на пульсе. Мы сейчас еще немножко вернемся к этой валютной паре. Давайте, друзья, теперь поговорим про всех интересующую нефтью. Инструмент, который мы традиционно и обычно адресируем, уделяем им довольно много внимания, потому что нефтянка все-таки, так же как и доллар, влияет, к примеру, на настроение прочих валютных оппонентов. То, что происходит на рынке нефти, очень сильно сказывается на капитализации фондовых инструментов, ну, конечно же, особенно отдельных индексов, где высокий удельный вес компаний, завязанных, собственно, в энергетической сфере. Нефть в районе 84 долларов за баррель, собственно, была закрыта неделя. Если взять за основу текущие котировки нефтянки, то в целом этот инструмент продолжает оставаться под давлением. Конечно же, мы ожидаем все-таки больше активности дальше по ходу недели после того, как минует день Колумба праздничный и, по сути, выходной день в США. Активность, конечно же, должна вырасти. Раз котировки скорректировались, можно говорить о том, что на настроение трейдеров, скорее всего, повлияло элементарное, обычное желание. Не только перед выходными, классическим уикендом, субботой, воскресеньем, но еще и с захватом понедельника, это уже довольно продолжительные выходные дни, зафиксить результаты того ралли, которое состоялось, это как одна из причин, из-за которых последовала коррекция. Но все-таки это причина, которая не говорит о возможности и о потенциале долгосрочного входа этого актива. При этом мы с вами стараемся все-таки находить именно те причины, на основании которых можно рассуждать на долгосрок. И, в частности, есть, друзья, такая причина, она исключительно фундаментального характера. Но прежде чем перейти к ней, хочу немножко подготовить вас через воспоминания о тех аргументах, которые мы приводили с вами ранее. Когда видели, что цены на нефть растут, вынуждены были говорить о том, что рост этот базируется на прежних, старых, уже, можно сказать, каких-то вечных страхах участников рынка, что обещанные много-много месяцев назад санкции против Ирана, в конце концов, потому что рынке нефти не останется этого сырья. Поэтому, раз мы говорим о потенциальном дефиците, разумеется, нужно покупать актив, который находится в таком состоянии. Это вот логика, которую оправдывали последние ралли. При этом, друзья, я старался вам приводить доводы о том, что есть и другие производители, гораздо более крутые, чем Иран. Гораздо более емкие по свободным производственным мощностям. И по амбициям, может быть, самое главное, заместить вот эту долю, высвободившуюся из-за санкций против Ирана, и покрыть нехватку предложения на глобальном рынке за счет активизации собственных производителей. Помните, я надеюсь, вы помните, каждый месяц мы разбираем отчеты ОПЕК. Я вот сложил, опять же, все данные, которые у нас были, говорил о том, сколько нефти стало, сколько нефти добывалось, к примеру, в мае, сколько нефти добывается, а сейчас в рамках ОПЕК. Очевидно, что показатель нефтедобычи растет. И это явное доказательство того, что за не совсем аргументированными и непонятными заявлениями стран ОПЕК о том, что они не увеличивают производство, а следует доказательство того, что производство растет бешеными темпами. Даже по опросу S&P Global Plats, ОПЕК в сентябре, друзья, в сентябре, в прошлом месяце увеличил нефтедобычу показатель примерно на 200 тысяч баррелей, до 33,1 миллиона баррелей в сутки. Большинство стран ближневосточного картеля, чтобы вы понимали, сейчас добывают максимум нефти с тех уровней, которые мы видели до 2017 года. То есть на максимальных уровнях за последние два года сейчас показатель. И я смело, опираясь на эти цифры, могу сказать, что согласованное раньше, в ходе позапрошлой встречи представителей технического комитета ОПЕК Плюс решение поднять совокупное производство на 1 миллион, это решение выполнено и перевыполнено, потому что на текущий момент страны ОПЕК в купе еще и с России добывают гораздо больше. Поэтому цифры, они создают как раз вот такое мощное медвежье основание. Да, о нем говорить кажется не совсем правильно, когда котировки не снижаются, но вы должны знать, что есть причины напускные в плане роста и есть сигнал того, что рынок должен быть распродан с учетом особенно текущих высоких значений. Когда это произойдет, если бы была возможность, друзья, сказать, когда это случится, я бы вам с удовольствием это сказал. Но в свете того, что никто не знает, когда произойдет эта коррекция, мы лишь можем с вами верить потенциал этого коррекционного движения, который скорее всего перерастет в нисходящий тренд, и день за днем, неделя за неделю искать этот уровень, когда нефтянку можно выгодно продать. Соответственно, друзья, дальше по ходу этой недели будут, конечно же, уровни для продажи. Пока что можно руководствоваться теми значениями, которые и теми отложками, которые я рекомендовал еще на прошлой неделе, все-таки позиция остается в целом. Я надеюсь, что на этой неделе запасы нефти, которые будут опубликованы еще раз, напоминаю, в четверг, могут стать дополнительным фактором снижения, потому что у нас уже две недели подряд из-за того, что ряд нефтеперерабатывающих заводов закрыт на техническое обслуживание, эти запасы растут и создают как раз базу для снижения нефти. Ну, пока что последние две недели логичной реакции не наблюдалось, и при этом рынок продолжает жить, опять же, лишь одной идеей того, что нехватка продолжения со стороны Ирана станет причиной роста котировок выше 100 долларов за барр. Ну, надеюсь, вы понимаете, что вероятность этого крайне низка. Доллар и иена, друзья, 113.85 текущей котировки. Мы с вами ждем повторный тест сопротивления 114. Говоря про причины роста американской валюты, безусловно, это рост доходности трежиес на текущий момент. Десятилетки находятся на уровне 3.23%, это максимум за последние 7-8 лет, 7 лет, если быть точными. Что касается отчетов самих, non-farm perils 134 тысячи с 270 тысячи. Соответственно, казалось бы, сопоставляя эти два показателя, в прошлом месяце количество новых рабочих мест было создано темпами вдвое меньшими, чем позапрошлом в месяце. Но важно отметить, друзья, посмотрите, до какого уровня был пересмотрен показатель за позапрошлый месяц. Фактически на 70 тысяч новых рабочих мест. С 201 тысячи до 270. Средние зарплаты, прирост 2,8% это высокое значение. Я предлагаю не копаться, опять же, в причинах, за которых зарплаты просили на 0,1%, это ерунда. Тренд задан в плане роста довольно крутой, и пока эти показатели удерживаются. И уровни безработицы 3,7% с 3,9%, даже несмотря на то, что количество новых рабочих мест, казалось бы, не дотянуло до прогноза. Но это все отголосок того, что за позапрошлый месяц показатель был пересмотрен на целый порядок. И как только статисты объявили о показателе безработицы 37%, Трамп поспешил сделать заявление, конечно же, с такими дополнительными дифферамбами в свой адрес, что благодаря мне в американской экономике сейчас безработица, которую не наблюдали с 1969 года. Друзья, я считаю, что статистика более чем хорошая. Да, возможно, она никак не сказалась на долларе. Но раз мы не получили негативного сигнала, это как минимум еще на доказательстве того, что продолжаем работать с прошлым позитивом. Да я думаю, что даже еще и усилием. Ждем данные по инфляции и ждем все-таки закрепления пары выше 114. Фунт против доллара. Из-за того, что немного скорректировался индекс американской валюты, мы видели локальность постноарийского инструмента в последние две торговые сессии. В отношении фунта был еще один катализатор. Это новости со ссылкой на Reuters. Новость, ну, немного даже смешная в плане ее формулировки, что сделка по Brexit очень близка. Сколько раз, друзья, мы уже говорили про подобные предположения, которые появляются на рынке. И сколько раз они все равно оказывались неизвестно где, потому что тут же приходили подтверждения обратного, а именно о том, что никакого прогресса, собственно, нет и в помине. Сейчас я не вижу даже со ссылкой на Reuters убедительных доводов и доказательств того, что переговорщики Англии и Европейского Союза действительно уперли сейчас в какой-то один вопрос, который детально разбирается и, скорее всего, через компромиссы его удастся тоже решить. Но нет таких заявлений, друзья. Поэтому считаю, что большее влияние на фунт все-таки под закрытие прошлой недели оказало общий такой спрос в настроении на риск из-за небольшой просадки индекса доллара. Либо, можно сказать, элементарная коррекция. Да, мы оказались выше отметки 1.31, но я рекомендую сохранять медвежий взгляд. В эту среду выйдут данные по требованиям экономического роста Англии. Ну и в целом отчет, который может снова напомнить трейдерам о том, что фунт остается под давлением не только ожиданий жесткого брыгиста, но еще и под давлением слабой статистики. Вспомните последние отчеты по активности в сфере услуга и строительстве. Показатели худшие за много и много месяцев. Доллар канадец. Уже отчасти мы поговорили про эту валютную пару, лишь хочу отметить довольно странное поведение канадца, поскольку вышли очень сильные данные по рынку труда Канады. Рост новых рабочих мест почти на 64 тысячи с минус 50 тысяч позапрошлом месяце уровень безработицы с минус до 5,9%. Соответственно, повысилась вероятность рост процентных ставок и все равно канадец пропустил вперед доллар. Я не знаю, с чем это связано. Мне хочется верить, что это какое-то временное явление и все равно покупатели вернутся в расположение канадского доллара. Сделка предлагаю с учетом уже созданных таких текущих локальных возможностей. Если вы еще добавите технику, сможете увидеть, что пара доллар канадец сейчас практически на пороге теста 200 дней на скользящий средний. Очень серьезный индикатор. Я думаю, что вот как раз близость к этому уровню можно использовать для того, чтобы занять продажу, то есть встать в продажу через отложку селлимита на уровне 1.30.20. Если вы верите в позитивные перспективы канадца, так же, как и я, тогда удачи нам всем, друзья. Я думаю, что все-таки вера в канадца должна сейчас реанимировать прежний нисходящий тренд по доллару, в исходящий по канадцу. Это способствует тому, чтобы мы снова оказались гораздо ниже планки 1.29 и, наконец-таки, пробили вот этот уровень 1.28, который не дал нам заработать на прошлой неделе. Евро против доллара 1.15.10, селл стоп сделок 1.14.80, ситуация в целом не меняется по итальянскому дефициту бюджета. Было очень много обсуждений, пытались, опять же, немного скорректировать, это показать, однако он остался неизменным, 2.4%, со всеми вытекающими отсюда последствиями мы о них продолжим говорить. Не верю я в рост евро, потому что вижу причины продажи и за Италию, вижу причины продажи за контраст доходности немецких бундусов и американских трежерис, и вижу все-таки причину продавать евро только потому, что будет расти доллар. Австралиец близки мы к цели 0.70, друзья, котировки 0.70-0.40, давайте, собственно, ждать эту планку. Про американский фондовый рынок снова несколько идей, кстати, мы говорили, что статистика, даже несмотря на то, что она может выйти хорошая, все равно станет причиной снижения американской фонды, так оно и получилось. Логика, вы помните, связана с тем, что плохой отчет, он и в Африке плохой отчет, это давление на риски, а вот для американской фонды хорошая статистика, это еще один. Один шаг и еще один небольшой шансик в пользу того, чтобы ФРС, может быть, даже большой шанс, ФРС поднял процентные ставки, а это негатив уже для корпорации в целом, поскольку высокие процентные ставки определяют более высокий показатель долгового времени. Про американский фондовый рынок давайте поговорим завтра, тем более, что есть, на чем сейчас заострите внимание. Ну, то есть, если среди вас есть фондовики, друзья, приглашаю вас с большим удовольствием на завтрашний брифинг. Сегодня также не забывайте в 16.30, как и всегда, вебинар «Правильный понедельник», разбираем события минувшей недели и стараемся проанализировать то, что у нас по публикациям впереди и то, как эти предстоящие события влияют на уже устоявшиеся, сложившиеся тренды. Друзья, хорошей вам торговой недели, прибыльных сделок, не забывайте контролировать риски, ставить стоп-лоссы, потому что это важно. Только вы знаете, на что способны ваши депозиты. Работайте с небольшими депозитами, значит, минимальная загрузка по плечу. Обязательные уровни, которые позволяют ограничивать убытки, потому что это основа управления капиталом, это основа риск-меньшим. Надеюсь, что для вас это не пустые слова. До завтра, всего доброго, до свидания.